уже 5 час и 11 градусов тепла но я здесь уже два часа нахожусь своем участке и уже много чего сделала поэтому приглашаю посмотреть чем я занималась два часа приятного просмотра сегодня снова гуляли и нашли на зеленые кучи там где выбрасывают у нас растения вот такие луковицы думали что тюльпаны мне кажется что это не тюльпаны смотрите какие росточки что это может тоже луки вот это тюльпаны какие-то лисени как у тюльпанов так это все что-то такой корень другой совершенно короче говоря сейчас посажу посмотрим что это накопали такое тут у меня луки растут тоже на той же кучу вот она взяли я показываю как они зашли вот так было 4 штуки в прошлом году я не видела как они цветут в этом году надеюсь увидеть так я эти луковица которые мы сегодня принесли сейчас сюда посажу сначала тут надо убрать листья все убрала тут листья взрыхлила но сейчас буду распределять пришла за лейкой барбекю тут лежит и забыла вчера вам показать вот в таком виде пришел циолит сейчас я открою покажу как он выглядит получилось что через новую почту конечно дороговато доставка вот она мне вышла 170 гривен но меня был промо-код я знала об этом и по промо-коду не получилось доставка минус 30 процентов сам циолит 15 килограмм 225 гривен но даже с такой доставкой получилось килограмм меньше 20 гривен я думаю что выгодная все равно это покупка через промо-код циолит навес продается и продается он еще там одном месте но там фракция от 5 до 10 миллиметров это достаточно большая фракция вот а я беру 1-3 миллиметра но идет и рассаду и подсыпать в корень и высаживаю в огороде овощи в общем я его использую везде циолит но сейчас распакую время выгоднее брать через укрпочту потому что там 30 гривен платишь до 30 килограмм на новой почте как видите такая посылка стоит уже 170 гривен ну вот такой мешок как он тут вот такого видимо его зашили сейчас распаковывать скорее всего не надо рву сейчас покажу вот такая фракция от 1 до 3 миллиметров верю за прошивку убирается удобно это очень хорошо удобно для посевов для всего еще знаете что я прочитала про циолит теперь уже но вообще о циолите я узнала когда у нас кот был в доме в квартире еще мы жили и мы покупали вот этот циолит чтобы он туда ходил потому что он забирает вагу забирает запахи там все остальное потом я узнала что циолит используют в огородных делах вот при выращивании растений тоже там и минералы отдает и вагу забирает и все радионуклиды и все остальное все нехорошее на себя выбирает и в общем чудо средства вот значит потом я стала пользоваться уже саду в огороде при выращивании рассады а теперь я еще прочитала знаете что что можно его настаивать воду настаивать на циолите на литр 100 грамм и типа три дня настоит настаивается это целебная вода который надо пить я кстати нашла себя циолит более крупный и сделала таки такую штуку вот жду когда настоится это вода хочу попробовать потому что еще что я прочитала что этот циолит есть уже в медицинских упаковках там какой-то типа мельче наверное очищен или еще что-то я не знаю но его даже употребляют внутрь вот такой я не знаю слышали вы о таком или нет но это я вот когда выбирала этот раз циолит у них там такое большое описание под этим продуктом и написано что при лечении различные там тоже заболевание он используется потом нашла уже аптеках он оказывается продается маленьких пакетиков и для употребления короче оказалось что это средство такое широкого масштаба не знаю читали ли вы об этом я вот использовала в двух вариантах своей жизни теперь третий хочу попробовать и мне интересно и вроде и водоема вычищает и вместо активированного угля его используют я уже думаю может быть надо в наш водоем чуть-чуть там бросить правда чуть-чуть наверное не спасет но все равно вообще вот такое чудо средство чудо камень какой-то пишите если что-то знаете о нем ну вот я запаслась прошлый раз я брала 20 килограмм мне хватило буду наверно 2 а может и на 3 то что я его давненько уже покупаю и в этом году у меня хоть еще и остался циолит с прошлого с прошлой покупки но я купила еще потому что покупала за 8 гривен килограмм сейчас уже 15 гривен килограмм ну то есть цена растет и я решила запастись и ну вот так все от циолити пока еще пробую но в качестве подкормки подкормки в корни в рассаду мне нравится так взрахлила все посадил теперь пролью чтобы хорошо приживались этот декоративная клумбочка так под плодовыми так как я сюда уже пришла соберу здесь листья тут тоже мне здесь лаванда сидит и самшиты а здесь даже малое дело разные фифроломники и застеги вот она под листьями хоть какая зеленая вот такие вот есть листьями крыта вот такие вот росточки Вот так. Теперь мне хочется клубнику эту привести в порядок. Чтобы все было красиво. Смотрите, начала чистить клубнику. Это ремонтантная. Чудо мира называется. Я про нее рассказывала. И вот теперь все время говорю, что самая низкая температура у нас была минус 17 одна ночь. Вот так она себя ведет. Она зеленая. Только нижние листья высохли. Старые, а молоденькие. Пожалуйста, они уже готовы. Идти в рост. Вот тут вот такие. Вот видите. И даже вот такие вот есть цветочки. Очень мощная клубника. Хорошо приносит сантимороза. И отлично размножается. И клубника кроме первой. Вот такие вот детки. Сейчас прикопаю здесь на свободное место. Вот. Клубника есть все лето. Ну понятно, что первый урожай самый такой плодовитый. Это уже не так, но странно. Всегда нужно найти несколько яблодок. Все есть. И до самой любой оси. Почищу сейчас. Все хорошо. Вот так. Сейчас тяпочкой прохаживаюсь немножко. Рыхлю. Хоть у нас и будут еще морозы небольшие. Но я думаю, что эта клубника выдержит. Потому что смотрю, что ее ничего не берет. Она не измеженок. Именно вот этот сорт. Не знаю, как другие. Но этот сорт себя очень хорошо показал. Вот так уже. Все. Клубни посадила. Порядок навела. Клубнику почистила. Вот. Было вот так. А стало вот так. А этой частью справа займусь завтра. Вот так вот получилось. Если бы, конечно, был шланг с водой, я бы тут все хорошенько отмыла. Но пока так. Так. Все. Вот так потихонечку. Видите? Какая сидит. Каркуша. Ты чего? Я не буду тебя трогать. Не бойся. В общем, мне осталось еще полить свой газон. Потому что я это каждый день делаю. Ну что, на сегодня все. Работу сделала. Тут почистила. Клубнику почистила. Один ряд. Второй оставила на другой день. Частично полила там грядки. Уже что-то посеяно. Здесь пока все так же. Поливаю газон. Особенно вот этот круг. Он очень пересыхает. Потому что здесь больше всего песка. Здесь еще есть влага. Вот видно. На сегодня все. Поработала. Всем хорошего дня. Хорошего вечера. И последующих светлых дней. Таких же солнечных, как наш вечер сегодня. Всем пока. Удачи. До побачья.